Пишет, точно ошиблись А деньги за что платил? Лучше, доготовь свою дырку А деньги за что я платил? Такой интересный решетка Готовь самую дырку в гаражу Ну что ты не можешь, блять, нагнуться? Все, все Ну там-то вот смотри, как сделали Ну все, а тут там сидит человек Сейчас платяешь, и вот все Что-то она тут, знаете, что пишет, блять Что-то 3П Что-то 3П Так получилось насадить Не знаю, будет они крутиться, нет Что-то 3П написало, 3П 3П А за что знаешь В три штыка? Ну наверное, да Ух и горло нос Трипозы называются Ух и горло нос напишет? Умных слов начитались Она, да? Да ты лучше один раз позвони Да и мы тебе лучше расскажем Что ответить ей? Ничего Лучше позвони все А мне кажется, это муж хуярит Ну и скажи, муж пошел в жопу, блин, дай проговорить Все возьмется На, давай Вот, в общем, шашлыки жарятся, готовятся Все нормально Но мне кажется, они будут прокручиваться, да, немного? Нет? Смотри, братан Они будут прокручиваться Ты не крути вот это все целиком Ты возьми палочку и вот так их поворачивай Каждый кусочек Индивидуально Как я делал Ну ты говоришь на саде, а я их пожарю То есть мы под чутким руководством Вот Я ее и взял Вообще, я бы так водку не мог сейчас выпить Блин, если его чуть-чуть сюда подвинуть Во Блин, вот тот к нему, наверное, надо подвинуть Во Это змея Жар просто очень хорош Это Симонов Слишком хороший Что Симонов? Ну я написал Он написал змея Это змея Он сейчас на Мальдивах Вот это змея-я Друзья, сейчас мы будем брать интервью у главного шашлычника Вот этой вот Жаровни Вот скажите, в чем секрет приготовления мяса вашего? Что вот оно настолько вкусное, мягкое получается? Ну для того, чтобы приготовить вкусное, сочное мясо Нужно, во-первых, изначально выбрать хорошее мясо То есть это должна быть свинина, либо баранина Подготовить правильный мангал То есть должен быть обязательно правильный жар Очень сильный жар, но угли не должны гореть Они должны быть Такого Примерно так вот Да Покрыты таким этим Они должны быть покрыты таким вот седым Как бы небольшим Пеплом Пеплом, да В этом состоянии они не горят, они только тлеют И отдают максимальное количество жара То есть мясо не будет так сильно пригорать, а готовится оптимально Да, мясо будет капать жир на угли, угли не будут гореть, когда они находятся в таком вот седом состоянии И для того, чтобы мясо правильно прожарилось, нужно обязательно за ним смотреть Вовремя переворачивать его, менять его место расположения То есть поворачивать бачками Вот, допустим, вот посмотрите Вот с этой стороны вот мясо немножко было упущено То есть не я занимался этим мясом Но в данный момент, вот я подошел, я вижу, что вот это мясо в данный момент Ну и сначала, наверное, как положили, да, что не успели, не доглядели Да, положили, не успели За ним кто-то не стал за ним смотреть И оно Не будем показывать Немножечко, да, немножечко оно под А вот сверху вот этот вот этот лук, да Его можно кушать Нет, сверху это не лук, это укроп Укроп, он, в принципе, придает мясу приятный вкус Приятный вкус, укроп, петрушка, базилик Это не будет лишним То есть можно положить сюда травы различные, но не обязательно Потому что мясо уже само по себе находится в маринаде И тут достаточно трав Оно пропитано разными травами, соусами Ну, самое главное, это смотреть Потому что жар очень сильный у мяса Надо за ним смотреть и вовремя переворачивать И тут мы можем упустить, и оно подгорит Ну, в общем, теперь включимся, когда будет уже готово Да, теперь, когда он уже приготовится Теперь, когда он уже приготовится, мы уже посмотрим Мы его немножечко разрежем Посмотрим, есть ли сок, есть ли кровь в мясе Я могу сейчас провести небольшое тестирование Давайте сейчас прям одну минуточку возьму нож и проведем небольшое тестирование Возьмем самый сочный кусочек, допустим, который мы хотим проверить, да? Ну, давайте, допустим, вот этот кусочек Самый большой Самый большой, самый сочный кусочек Мы его надрезаем Немножко придерживайте Ой, зар очень сильно не даже руку обжигает, честно говоря Вот мы его надрезали вот сейчас Приподнимите Поворачиваем Открываем И смотрим, что внутри Внутри, в принципе, мясо приобрело белый характерный цвет Крови нет, сока нет Поэтому я делаю вывод, что мясо, в принципе, у нас готово Мы можем уже снимать полностью весь мангал И кушать Очень вкусно, сочное мясо Спасибо за внимание С овощами и с зеленью Просьба подойти к столу, попробовать мясо Мне кажется, что оно уже готово Средней прожарки Без крови Но очень вкусно Давайте все вместе попробуем Ты когда полгода опером работал? Кто-то нальет алкогольный напиток Ты когда полгода опером работал? Со мной вместе С тобой и без тебя Марк Агент ФСБ Зовут его Стас Веревкин Хороший? Да, хороший Стас Веревкин Хорошо, что не Стас Михайлов Стас Веревкин Сочная, не пережальная Не пережарка? У нас Веревкин в Рязани очень знаменитая фамилия Который Вот именно Первый Который